один из специалистов с кем работал виталий это джон фарр он считает тренинг тростепенным я думаю да и мы узнаем чё по фаршу чё по хавчику и чё по тренингу наверно понимал то что я могу нормально тренироваться это рейдж был какой-то слушайте ребята рейдж реально работает руслан но мы можем любой из недель до разобрать любой из дней в неделе перед соревнованием диета супер максимальное разнообразие брокколи всего внук прям пищи я стал что-то там было без разжигания самую интересную переходим позорище на мою не седую но уже лысую голову и тренера про не видят не видят дозозависимого эффекта в прогрессе так генетика говорит чемпиона мира но миллионером быть в любом случае лучше как он говорит друзья мы в одном из на мой взгляд легендарных клубов москвы название у нас стало нарицательным этот клуб открывал легендарный турчинский возможно многие себе рассказали что да это марк аврелий на самом деле на плане это слышал даже я в своей глубокой не хотел задействовать неправильно в своей юности за название этого зала и мне всегда было интересно его увидеть и нас пригласил смотреть тренировку и пообщаться задать очень интересные думаю что безумно если для вас вопросы а я любил спортсмен член команды генетик космотекс летали фатеев друзья мои у него сегодня слава богу легкая памповая тренировка ног поэтому во-первых он не будет кричать это очень хорошо во вторых его будут силы с вами общаться зал мы посмотрим я тоже поделюсь впечатлениями оборудование вижу что очень много отзывы по клубу очень хорошие сожалению я не испробую все плюс опять у меня мои плечо я посмотрю я поделюсь а какие же вопросы такие супер интересные мы виталию зададим ребят может вы знаете а кто-то нет один из специалистов с кем работал виталий это джон фар это тренер олимпийцев чемпионов олимпии не просто идти про спортсменов чемпионов олимпии и мы узнаем чё по фаршу чё по хавчику и чё по тренингу и какая была реакция и личный взгляд виталия на те рекомендации которые ему давали и насколько эффективно сказывалась на его прогрессе ну что мои друзья я знаю что конечно же вам интересно что же нужно колоть чтобы готовиться на олимпию мы это спросим не скажу когда но точно не сейчас поэтому смотрите ролик целиком тайм-кодов не будет обломитесь поэтому придется хаотично будем вставлять фрагментами про фаршу начнем на самом деле мы с самого главного что есть в нашем спорте виталий должен подтвердить это тренинг потому что кстати паре база первый тренер виталия это мастер спорта по пауэрлифтингу верно по пауэрлифтингу да кошкин сергей владимирович от нас по конкурса занимается маленькими детьми у него в группе по несколько человек и он их развивает как бы с детского да вот только понимание тренинг это самая основа что рекомендовал фара как вы тренировались вы был вот такой был сплит и основные методические рекомендации на самом деле по тренировкам какие-то мелочи может быть он мне объяснял что нужно там допустим приседания делать минимум 15 повторений вот а что касается самого сплита то я занимался по своей программе а с его стороны было предоставлено питание и фармакология то есть по тренингу он вообще только дал рекомендации по объему грубо говоря до повторений но не программу не писал не писал программу по сути в принципе если не возникали вопросы по тренингу я мог бы что-то спросить он бы мне мог подсказать это мелочь там он считает тренинг тростепенным я думаю да я думаю вот так я сейчас я удивлен но кстати я соглашусь по объему и сам неоднократно слышал что диапазон повторений на скажем нижнюю часть тела у них границы то есть от 14 до 30 в этом диапазоне работают на ноги ну мы же с ним познакомились когда я уже выступал на армэк-классике стал профессионалом я думаю просто исходя из того в какой был тогда форме и кондиции он наверно понимал то что я могу нормально тренироваться да у тебя есть абонемент зал у меня есть абонемент зал и он просто должен наладить мою диету и привести в порядок так сказать все вот препараты я отдам должное форму когда виталий получил про карту я считаю эта форма была уже не любителя переходящего в про то форма была ну в целом где-то уже человека топ-6 любого турнира квалификационного я по идее я по идее боролся тогда за шестое место и до подходили люди времену давай ты уже борись но как-то так получилось что стал девятым в принципе я думаю что я мог бы бренд на кэри тогда в эти ходе и может быть и винклора тут я думаю тоже самое то форма была прямо виталий удивил всех не знаю себя удивил или нет хотя я ну я не крупногабаритный так сказать как саша федоров допустим я именно за счет объемов вот этих стараясь выехать на соревнованиях за счет плотности мышц окей мы поняли что качаться италия имеется пара кто так считал окей ну да буду про питание спрашивать про еду ребят что вы хотите буду про еду спрашивать но у тебя ну подход 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 я потом давайте остановлюсь и зачитаю все что-то у меня было приятно вам это просто день день диеты день я про день до день диеты один диеты про спортсмена у тренера людей с титулом мистера олимпия очень готовил парах это я знаю спортсмены это дорогу кулина вызывать она тут сразу выдаст как кажется дату рождения группу крови все подписчикам в инстаграме супер вообще пам бешеный пам кстати что мы сейчас выпили это рейдж был какой-то слушайте ребята рейдж реально работает раньше я тренируюсь давно ребята лет 15 на 16 17 короче много лет я тренируюсь и только в этом году что ли хите и начал использовать вот такого рода тренажеры для тренировки дельтавита раньше я никогда не чувствовал мне не нравилось микросики это неудобными неэффективными сейчас ну удобный в зале пиццепс петербурге я тренируюсь мне очень нравится такой тренажер в спорт лайфах в некоторых есть удачный вариант тренажера век живи я кучись раньше никогда не узал а тут прям бабах и еще болит плечо здесь прям могу нагружать плечи причем так я могу делать тренировку полтора часа на одном тренажере и по итогу этим объемом тренинга повышая понижая веса и количество повторений потом аж дельты болят наливаются ну и скажите что у меня с плечами проблема день диеты сейчас я запишу ребят фоткаю руслан но мы можем любой из недель до разобрать любой из длинней в неделе перед соревнованием выбирая 5 10 до соревнований до какой самый день я хочу 4 4 так мы читаем смотри получается 6 приемов еды с утра мы просыпаемся у нас чашка кофе мы подождем 15 минут затем делаем кардио 25 минут тяжело вот потом мы выпиваем гидролизованный сортичный протеин но гидролиза потом ждем время у нас 14 яичных белков вот 400 грамм белого картофеля с утра картофель кстати между прочим второй прием 220 грамм трески вся от грамм белого риса то есть такое ограниченное же количество углеводов третий прием 200 грамм курицы 100 грамм белого риса брокколи четвертый прием 220 грамм трески 300 граммов картофеля то есть они в основном используют батат но я спросил могу ли я использовать картофель позже мне батат реально не подходит вот он сказал можно да так это был четвертый до пятый семечных белков полтора стакана риса ну я уже забыл поскольку это грамм так он у нас наверное грамм 200 получают ну и 250 врать ребята коммент подскажите на случай по моему стакан под 200 грамм на шестой прием пусть будет 250 ориентировочно 200 грамм скорее всего потому что есть обладает насыпной плотностью там воздух и это же не важно все продукты взвешиваются до приготовления это не вода не первое образование инженер-архитектор нацепная плотность хорошо знакома шестой приема 250 грамм куриные грудки и салат без углеводов уже последний прием идет на подготовке перед тренировкой дам сыроточный белок а после тренировки 60 грамм сыроточный белок 25 минут тренировки именно сыворотка да мне интересно после этого через 25 минут пьется витарго почему-то через 20 это ребята амилопектин для вас объясню ну да да но единственная витарго я помню был чуть-чуть а он шел из картофельного амилопектина 70 процентного а у динетика есть у вакси майс амилопектин это 94 процента милопектин восковой кукурузы самый такой вот короче навороченный вот и в общем после этого уже после тренировки принимается пища то есть в начале сырточный белок потом витарго если это допустим за 10 недель до соревнований туда еще можно насыпать креатин дам быца и все остальное вот ну что можно конечно по препаратам а все походу делаешь потому что его подходы как там конь старые видосы тренировку пропускать нельзя диета супер максимальное разнообразие брокколи всего внук прям пищу я увидел все ручки таблетки были сверху мы сейчас по спросим что там было по таблеткам ну в любом случае что должно быть утра потому что курс фармы наверно одно а утром наверняка там для жиросжигания кроме кофеина в кофе может быть там юхимбин я бы использовал возможно клен а в идеале чередовать клен и юхимбин когда-нибудь расскажу вам почему их нужно чередовать а вот я ждал что там было для жиросжигания утречком да это при побуждении т3 них я вижу 12 половины микрограмм т3 то есть это пол таблетки да кстати мне кажется мало на ну ладно 40 миллиграмм микрограмм кстати мкг а не мг клена два дня пьется день отдыха чтобы не было резистентности самому интересному переходим да да сейчас самое интересное так так что у нас используется у нас пользуется тренд баллон полтора это кубика да вот их лучше знаешь что по типу ты читай свой курс смотри мастерон четыре раза в неделю но мы не будем говорить что там по кубая то дело что по кубу да проверон естественно прима три раза в неделю пропианат четыре раза в неделю анадрол это как называть анадрол понятно было как анадрол в россии называть на ночь просто мы-то не принимаем и виталик без фарма готова просто рекомендации были мы да мы не рекомендуем вообще мы просто читаем ознакомление открыли интернет и читаем не устроил четыре раза в неделю но ты получаешь сколько то есть инъекционный дата 5 препаратов а все так инъекционка тоже а и хала еще стала последним приемов пищи и гр там был где-то порядка 6 единиц в день достаточно скромно позорище на мою не седую нужен лысую голову анадрол то она полон она полона всем всем известный но и получается на самом деле сколько мы будем сейчас мы займемся к и калькуляции друзья мои так у нас получается четыре раза в неделю по 100 мастера это 400 у нас получается так прямо 300 у нас тропика 600 винстром 200 винца и там чуть таблеток короче примерно выходит грубо на грамм 9 но короче полтора это все вместе полтора это же все же вся жижа и где-то там еще 300 суммарно набежит с таблеток вот до двух грамм рекомендовали человеку чтобы выиграть олимпию например до попасть и до конкурировать подготовка к про турниру как видите и тренера про не видят до не видят дозозависимого эффекта в прогрессе очень интересно то что такая разнообразие до больших препаратов 7 получается в разное время дозависимые формы препаратов прописаны по времени гормон роста 8 миллионез в день гормошка 8 4 4 развивается на 2 я тоже рекомендую гормон делись а виталий ты можешь пока выполнять я документирую почему таблетки указаны в разное время приема муж что не будем углубляться и опять же это не призыв к действию поверьте этот курс вдруг вас не сделает супер чемпионом виталий сделал по сути он сравнил по секрету сказал что он делал по-своему вот тоже было тяжеловато на таком заряде таблетки все ненадолго стабилизируют андрогенный рецептор поэтому во первых всегда если принимаются таблетизированные препараты они разбиваются в течение дня к примеру если спортсмен употребляет 30 миллиграмм метана 3 таблетки по 10 миллиграмм то в любом случае более логично принимать их по одной там то есть проснулся таблетка в обед таблетка печеном таблетка таким образом стабилизация рецептора веществом будет выше нежели разовый прием и эффект отдачи от продукта будет тоже соответственно более логично еще раз напоминаю ребята у всего этого есть побочные возможные побочные эффекты которых нужно думать и если вы можете то не принимать все эти препараты без рекомендации наблюдения специалист в карточках ух ух теперь как приз чуть-чуть так 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 Я уже, так скажем, немножечко выдал информации Про какой-то клуб, оборудование Сейчас мы с ним сейчас сзади, не отвлекая Спортсменка АйГиПро Айгуль Анисимова Так совпало, она в это время тоже находится в клубе и тренируется Ну не нужно быть супергением, она тренирует сегодня Спину как бы, вот Мы отвлекать пока не будем, потом подойдем просто Поздороваемся Идет подход Интересный вариант Параллельный хват Имеет место быть Вовлекает дополнительно к латеральным Смещает немножко нагрузку в сторону очень большой и малой Мышц спины Думаю, будет хороший, кстати, такой вариант выполнения для ребят Проблемы с поясницей, либо боли Потому что в таком варианте меньше будете Изгибаться, откидывать спину Будет меньше Прогиб Ну конечно, скажем привет Айгуль Привет Мы тут решили всем сообщить Что тут еще спортсмены АИБИБИПРО находятся У нее наушники блестячие, да? У нее проходило Все блестящее Да, и ногти золотые Короче Витя Симкин красит ногти в черный Мне нужно походу вот Контакт 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 И ее Как называется Маникюр Маникюр Хреново У меня пяник получится Даже не знаю Как называется эта штука Я не думаю Только Витя Симкин что ли модный может быть? Обида Он сверх модный Он чересчем модный Он в тренде Он в тренде Ладно Не будем это Про европейские штучки говорить Вот Так И медленно, короче, сворачиваем Медленно, наверное Хорошо, хочу даже не болит У меня прям это Прям идет Наушники блестящие Вот, кстати, форма бомба Заметли, наверное Это крайний, наверное, сезон Форма, наверное, в этом сезоне Молучше, чем была раньше всегда Чем раньше всегда Верно Чем раньше всегда Что правда, то правда Я вот тоже считаю Что это абсолютно справедливое замечание И я очень рад Что все, что делаю Получается эффективно И на фоне всех, имеющихся, так скажем, травм Удается Удается и удалось Спрогрессировать На самом деле Если что, сообщаю Секретной таблетки нет Потому что так вышло, что я на турнире На Олимпии в Португалии Встретил очень много ребят, с кем я выступал Еще на Филиппинах С кем выступал на Олимпии в Мумбаи С кем выступали в Румынии Они ко мне подходили Потом многие писали Ребята румыны писали Приезжали ко мне, когда я там был В Министерстве юстиции Они почему-то все уверены Ребята с Америки мои друзья писали У тебя есть какой-то секрет Вы, видимо, что-то там разработали У вас какой-то есть секрет Ну, Слава, главное это качество, да? Качество чего? Надо, чтобы все, что вы принимаете Было качественным Качественная еда Вообще, все, что делаете по жизни Качественный сон Качественная еда Качественный тренинг Полноценный, серьезный Режимный, регулярный Качественные препараты Которые вы употребляете Начиная от астероидов Заканчивая гормоном роста То есть, все, что в себя Внедряет атлет И все, что он делает Должно быть максимально во уровне То, что это еды Например, я всем своим спортсменам Вообще запрещаю есть куриную грудку Есть только один вариант Курицу поймал сам в деревне Ее задушил Свернул голову В 5 утра встал Посмотрел на рассвет Разрезал горло Спустил кровь Ты получаешь хаяльную курятину Не забыть прочитать молитву Вот Это без шуток, друзья мои Именно Вообще, такой образ Такой способ Умертвление животного Один из самых верных И полезных Действительно так Кровь покидает Стрессовые гормоны уходят То есть, это не просто религиозные вещи На самом деле, очень много вещей Они имеют научную подоплепу И есть скотобойники Точно таким же образом Умертвляют Животных А не только С точки зрения религиозных убеждений Ну так вот Ладно, что это все было Что вы Употребляете хорошим Да, поэтому курятину, например Обычно Не рекомендую Да, своим атлетам Вот А секрета нету К сожалению, ребята Я вам не буду Я не буду придумывать Что все дело в том Что такое офигенное СМОТЭС Нет, смотрите, просто Сто процентного качества От того, что это я Просто Знание Опыт Труд Я писал режим Но у меня он не самый лучший Потому что действительно Прогресс есть Но то, что могло бы быть Если бы я был профессиональным спортсменом Который посвящает все свое время И силы только спорту Как говорит Борис Борисович Васильев Он говорит Генетика, как говорит Чемпиона мира Ну, миллионером будет в любом случае лучше Как он говорит в продолжении А он точно знает О чем говорит Кстати Все-таки тоже тренер чемпионов И человек, который В общем Серьезный очень дядя И на самом деле Его Поддержка Его слова Очень сильно В этом все не мотивировали Пересекаемся с ним В одном из клубов Спортлайф Владельцем сети Которой он является И Ну Просто мало кому прислуживает У меня мнение людей Зачастую Как бы очень Незначимо Потому что эти люди Из себя ничего не представляют Которые пытаются Собьи высказывать А когда люди Которым я доверяю Уважаю Вижу их достижения Дают какие-то свои Рекомендации Или отзывы Это ценно Возможно Некрасиво смотреть Смотри Так говорить Что не всех мнение Важно Но это правда Это правда Для кого-то Мое мнение может быть неважным Это же тоже Абсолютно адекватно Вот Потом Борис Борисович Благодарю Вряд ли он увидит этот ролик И вряд ли его даже Окружение смотрят Мои ролики Но мы посылаем Лучи позитива и добра Куда-то в космос И пусть они ему Помогут В укреплении здоровья Немножко меньше Немножко меньше Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Памповая тренировка. По фармингу поняли рекомендации. У меня вот интересное по питанию. Оно весьма, так скажем, скудное. Овощей? Только брокколи я пару раз приведел. Ну, если отмотать, там будет очень много всего. Это гораздо такие недели скудные. Где-то четвертая, третья неделя. Она в основном разгрузочная и по овощам, и по углеводам. А где-то за две недели начинается загрузка. За две недели? Где-то дней за десять, да. Это интересно. Сейчас мы будем спрашивать. Или разгрузка, подожди. Короче, какой-то период есть разгрузка, а загрузка где-то за неделю. Я все-таки подозреваю, что нам придется против Италия с этими подходами полистать. Он так что, ну, помнит, да, у него что-то в памяти. И он нам расскажет про загрузку, которую рекомендовали. Как-то надо делать. Ну, давай, откроем и прочитаем сейчас. Ну, потому что у тебя, там у тебя прям лаут, да, наверное, отдельно, да, как сделано? Или поднял у тебя чисто. Вот мне интересно чередование, да, например, я вот, да, считаю, что загрузка наилучшая. Если есть такая возможность, да, происходит, когда мы остановлю часть пищи съедаем часов за сорок до выхода. Много-много едет. Да, да, придерживаем сто процентов. А не как-то многие пытаются сделать фаршированный культурист на ночь. Ты уже наполнит и убираешь водичку. Из тебя даже продолжает выходить вода, а мышцы-то они еще наполнены, держатся. Так, ну, потому что мы разобрались, то есть, короче, то все, так же, как и я, все думают. Про воду. Что по это? Что по... Четыре. Ага, снижается количество, но не отключается гормон роста. Слушай, интересно, так мало гормонки ставят на таком уровне, потому что она дорогая или потому что считают, что больше не надо? Я думаю, потому что дорогая. Сто процентов. Просто, ребят, чтобы вы понимали, цены могут доходить, поэтому не для профитов, но для обычного человека 800 баксов за 100 единиц вполне себе адекватная цена. Люди на хорошем уровне, ну, примерно за 200 берут. Слушай, про диуретики тут особо-то ничего не сказано, но, возможно, что-то было в ночь перед выходом, судя по моей форме. Вот, и как-то так. Ну, не прописано, да? Не прописано, да, там просто ему этому не уделяют ни у кого внимания, там вообще совершенно минимум. Ну, так. Ему напивать воду рекомендовала? Ну, рекомендовался просто. Какие травы, учитывающие диуретики, у нас там брус-неверки, брус-неверки, ничего. Не, у меня нормально вода обычно выходит. Только когда много пьешь, много пищаешь. Ну, смотри, вот первый раз, когда участвовал в профессиональном турнире, да, Арнольд Классик, я 10 килограмм убрал за неделю, просто убрав ГР, убрав углеводы. Ну, и все, что там держит воду, мне легко отошло эти 10 килограмм, и все. Просто у меня был опыт напивания воды, и, как это сказать, почечная гипертония, что ли. Вот, после этого я как бы не рискую. Потому что я уже потом просто лежу. Я знаю, многие люди, там, по 10 литров, я просто один раз это испытал, лет 15 назад, мне не пошло. Я, собственно, не занимаюсь. Я просто плавно убираю воду, вода отлично отходит. А в обычной, то есть, как ты вообще пьешь? Может, ты тут пьешь недостаточно много, в целом? Да нет, как все нормальные люди, пожелать. Да, ну, по-любому выходит, наверное, литр 4. В воду как минимум. Вот это так. Необычно, я бы сказал, по-собому деле. Все, подходит? Да, еще крайний там, между ногами. В токсике, в токсике, в токсике, в токсике. В токсике, 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 в токсике ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В планах набор массы. Набор массы, в конце концов, до нужного размера. И потом уже подготовка. Надо в данный момент обрести наполненность. Веса килограмм пять. Лучше, чтобы все фасции надулись, наполнились. И уже в путь. Так что, веса рабочие, показатели все хорошие. Нужно просто межсезонник. Период времени, чтобы наполниться. А потом подслить водичку и выйти на сцену. Как-то так. Я надеюсь, что весной. А там уже определимся с турнирами. Баби! Лайд-баби! Спасибо! Баби! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Денис Романов написал Блин, я только ушел из зала Я был там же, где вы сейчас Так у него две тренировки в день Короче, у меня как Ромка начал заниматься два раза в день Походу теперь в России тренд У меня Рома циклами занимается тоже Две тренировки в день Хорошая отдача получилась Но опять же, как я говорю, ребята, важно Это вариант только для профессионального спортсмена Вам не нужно быть для этого про Вам не нужно быть для этого чемпионом России Вам для такого режима нужно быть человеком Который спит, кушает, кушает Покачался, покушал, поспал Покушал, покачался, покушал, поспал Я дополню то, что здесь Необходимо еще уметь грамотно распоряжаться Своей свободой Потому что человеку, допустим, дай любому свободу Он начнет там ночами тусить где-нибудь Когда нужно спать Или там, я не знаю, гулять Беззаботно, не думая о том, что нужно готовить Всегда свежую еду Если ты имеешь время на себя То есть это нужно уметь располагать Тут как бы еще нужно иметь мозги Желание, желание усидчивость Реально, две тренировки в день Это пипец Реально, ты вот поспал, поготовил, поел, 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 потренил И свободного времени, по факту, не будет Свежая еда всегда, правда, лучше, да, усваивается Это прям сложный и тяжелый режим Но отдача есть Вот, я вот рассказывал Виталию Еще вам не рассказывал Но расскажу уже завтра подробно У Адама Абакарова Гематокрит с 57 снизился до 52 Без слива крови Без отмены стероидов Без снижения количества белка в рационе Только Благодаря Применению Быстрому, правильному рациону И применению БАДов У него еще, кроме меня, я с консультантским, он очень долго, много лет, по-моему, с врачом Он отправил анализы, говорит, просто не верил, что это возможно Но лаборатория, та же анализы, те же БАДы для здоровья, они важны Да, 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 ну как угодно называть его, БАДами, половина, вообще травы Ну, травы вообще, травы не обманывают Да, вот эта вся традиционная медицина, которая там тысячи, тысяч лет Прям очень рабочая штука Ашлаганда, гинкобилоба Ребята, расторопши Для вашей печени И так далее Куча всего может быть очень эффективного Там, грифония то же самое Гамма-аминомасляная кислота, где содержится Тормозящий нейромедиатор Гамма-аминомасляная, а в чем содержится? Это, кстати, грифония То есть, можно мне вот эти таблетки аминалон не жрать уже? Нет, нет, ну, пускаем ГАБу ГАБа, да? ГАБа, да У нас есть ГАБа Среди продукции Что это такое? Это тормозящий нейромедиатор Он питает клетки мозга? Он, объясню Не седативное вещество, тормозящее начать Представьте себе Когда вы спите и приняли ГАБу То, что прожили вы за день Узнали, о чем вы говорили Лучше укладывается в вашем мозгу во время сна То есть, что-то вы посыпаетесь более выспавшимся Потому что не было пересечения, так скажем Мысли не путаются А чтобы вы понимали Антагонизм, например, сильный антипод ГАБа Это будет амфетамин Вот под амфетамином ваши мысли и чувства К право, влево, в голове каша А ГАБа это, как раз таки, наоборот Чтобы все по полочкам во время сна у вас разложилось Говорят о том, что гормон роста повышается выработка во время сна Ряд исследований подтверждают Ряд исследований не подтверждают То, что многие спортсмены реально замечают улучшение физической формы Да, да, да И только силовые показатели, анаболизм, восстановление Это связано, ребята, не с тем, что вы гормон шкалит Нет, вы просто на самом деле лучше спите А сон лучше анаболин Сон это прям рабочая штука спать Почти шпагат Как бы вылезти еще Ну что, друзья, тренировка подходит к концу в целом Вместе с ней и ролик Ну что же, я думаю, что вы можете накидать хороших комментариев под это видео Оставить пальцев и поделиться видосом с друзьями Потому что мы делаем для вас просто потрясающие видосы И пусть канал растет, то есть реально круто Виталий, спасибо тебе огромное Спасибо Я считаю, что видос был очень кайфовый А мы еще вернемся Попросим Виталия в память оценить что-нибудь еще Интересненькое, да, не из записи, а там воспоминания Ну что-то из общения личного с профессионалами Потому что всегда интересно перенимать опыт, да Или, например, сейчас мы посмотрели Я думаю, что Виталий не даст мне соврать, да Рекомендации в парах Ничего космического Ничего космического Совсем Ну а какие-то нюансы, я думаю, что многим будет это интересно в любом случае Потому что такая информация доступна за тысячи долларов, ребят Я просто с вами делюсь с этим абсолютно безвозмездно Абсолютная правда там, это тысячи долларов Я как-то спрашивал Дениса Джеймса, сколько у него стоит видение Мне было интересно цены Денис Джеймс обозначил, по-моему За полгода, либо за четыре месяца Где-то пять тысяч Четыре Четыре тысячи долларов Четыре тысячи долларов, да Ну вот Ну и там больший период, ну у него там идет со скидкой Причем эта сумма выплачивается целиком То есть вы сразу отправляете весь кэш Если вам что-то не понравится, можете идти гулять Но бабки оплачены Это не будет, как в России, знаете, что Тенером платят по месяцу То есть ты оплачиваешь подготовку Как это происходит, я не знаю То есть там может вообще получаешь готовый журнал Это уже расписанный Не знаю, как работает, но вот сам факт, что цены там запредельные Поэтому цените Желаю вам здоровья, до скорых встреч До новых встреч А, ссылка, да Ссылка там, на Виталия, внизу в описании Ставьте лайки Накидайте его Накидайте канал и на инстаграм Все, пока